Всех приветствую, внимательно слушаем, выполняем упражнение. Ничего сложного не должно быть, поэтому сейчас берем коврики, у кого коврика нет, подходим к кому-нибудь, чтобы вместе с ним заниматься. Пошире разошлись, начинаем, садимся на колени, ноги стоят на носках, опускаемся вниз, фиксация 2-3 секунды, выпрямляемся, опускаем голеностопы, садимся, тоже 2-3 секунды фиксация, растягиваем связки голеностопа, понятно? Делаем по 6 раз, поехали. Второе, что я сказал, опустить голеностопы. Тренеры, наблюдаем, что большинство, скажем, детей, все хорошо со связками, они могут полностью опустить свой голеностоп, чтобы не было дырки, могут опустить, сесть, зафиксироваться, но 3-4 человека, они полностью не могут. Надо растягивать связки голеностопа. Уделяйте этому тоже внимание. Нога в 90 градусов стоит. Наклон максимальный вперед, максимальный наклон колена, руки на поясе, пятку мы не отрываем от пола. Жорик, пятку, внимательно, вот на которой ноге стоишь, пятку мы не отрываем от пола. Тоже наклонились, 2-3 секунды зафиксировали максимально, вернулись в исходное положение. Делаем 6 раз на правую, 6 раз на левую. Также по поводу мобильности вот этих связок, проводит ли кто-то у себя тестирование на этой почве? Скажем, кроме, я знаю, школы ШРС, кто-нибудь делает, нет. Есть, опять же, там, мы берем просто 3-4 элемента. Скажем, первое, это тоже садится от стенки 10 сантиметров и наклон максимальный. Опять же, желательно это делать без кроссовок, чтобы видеть, пятку он подымает или нет. И вы сразу увидите, кто может коснуться, а у кого будет просто вот, чуть-чуть, пару сантиметров. Это тоже эластичный, скажем, связок. Да, также с тазобедренным суставом, лежа на спине, подъем ноги в 90 градусов, многие дети этого тоже не могут сделать. Так же, как мы делали на семинарах, когда брали ОФУП, присед с палкой, также очень много нюансов появляется. Пошире поставили, чтобы могли коснуться руками. Поло поставили. После этого, медленно, на вдохе, мы поднимаем руку. Разворот на 180 градусов. На выдохе мы возвращаем руку. Тоже в конечной фазе у нас 2-3 секунды фиксация. Не надо выламывать руку, дергать туда ее. Все, если она у вас больше не поднимается, не надо дальше двигать ее. Зафиксировались, вернулись обратно. Также, ну вот, мобильность, скажем, немногие на это ставят акцент, но также это грудной отдел, плечи, тазобедренный сустав. Это тоже влияет где-то на игру вратаря, что в том или ином моменте он не сможет, скажем, отбить шайбу. Хорошо, Пашка. Сели, допустим, давайте на правое колено сели. Поставили правую руку на пол, правую, правую. Левой рукой тоже опускание. Как можно максимально протянули руку. Смотрим на нее. Фиксация 2-3 секунды. Вернули, развернулись. Вверх тоже на 180 градусов. Ребята, еще внимательно смотрите по рукой, когда вы поднимаете руку вверх, чтобы у вас рука уходила вверх. Не ушла сюда, не ушла сюда куда-то. Вот ровно вверх. И вы свою руку смотрите, где находится ваша рука. Благодарю. Обращайте себе внимание. Помедленнее. Не спеши. Не спеши. Здесь резко делать быстро не надо. Та же поза. Остались. Правая нога. Левая нога у нас стоит полностью. Она не на боковине. Стопа полностью стоит на земле. После этого руки на поясе. Разворот максимальный в сторону. Фиксация 2-3 секунды. Возврат обратно. Резко делать не надо. Поехали по 5 раз. А в одну. В одну только в сторону. Потом поменяли ногу в другую. Товарищи тренеры, да. Посмотрите, может, чтобы они там правильно сели. Дим Димыч. Ноги 90-90. Пашка, подойдите, помогите. Потому что ноги неправильно садятся. Подскажите им. Тоже так же мобильность на тазобедренный. Поехали. Переход. В сторону. Так же возвращаем 90 градусов ножки. Руками стараемся себе не помогать. Руки у нас впереди. Переход. Тоже делаем по 6 раз. Быстро делать не надо. Возвращаем ноги в исходное положение 90 градусов. Высоко поднимая колени до фишки, возвращаемся спокойно пешочком обратно. Поехали. Руки работают. Руки работают. Захлёст. Поехали. Поактивнее. Поактивнее чуть-чуть. Включаемся. Поехали. Оп. Оп. Два вперед. Два назад. Тоже руки работают. Поехали. Два раза высоко поднимая колени. Поехали. Оп. 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 Дима, Дима, что ты там все в карманах носишь? Клад. Две ножки вместе. Ручки на пояс. Прыжочки. Как только касаемся, мы сгибаем ножки и максимально сразу выталкиваемся вверх. У нас получается движение сразу. Как только. Не надо приземляться, фиксироваться и потом только выпрыгивать. Максимально быстро. Раз. 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 Понятно? Поехали. Давай, Зая, покажи, как прыгать надо. Ты же Заяц. Поехали. Вольские руки я что сказал? На поясе. Оп. Оп. Поехали. Оп. Оп. Хорошо. Скипы лицом. Подпрыгиваем. Два раза на одной ножке. Есть правая нога вверху. Левая рука тоже что? Вверху. Да. Молодец. Если левая нога вверху, то правая рука. Поехали в движении. Спешите куда не надо. Спину не наклоняем. Колено тянем вверх. Поехали. Оп. Колено. Оп. О, Северинов, молодчик, неплохо. Стали боком. Правым боком встали в ту сторону. Поехали. Скрестный шаг. Плечи смотрят прямо. Оп. 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 Хорошо. Левым. Оп. 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 Димзимыч плечи прямо смотрит. Не разворачиваем корпус. Правым боком. Приставной шаг. Голеностопы мы не разворачиваем в сторону. Голеностопы смотрят прямо. Окей. Оп. Чаще, чаще. Оп. Волчара не справился со скоростью. Нормально. Оп. Живой. Ну и все. Работай дальше. Оп. Поехали. Правым боком спокойные прыжочки. Поехали. Оп. 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 Поехали правым боком. Делаем скипы. Опять же, дальнюю ногу, молодые люди, когда мы дальнюю ногу выносим, не надо ее выносить накрест. Вы ставите вдоль. У вас идет, вот движение. Ноги вдоль, друг к другу. Не надо выносить ноги накрест. Понятно? Руки также работают. Поехали. О, так. Оп. О, неплохо. Атлет. Оп. Пашка боком. Колено тянем еще. Вот, хорошо. Оп. Колено выше, валик. Оп. 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 Ничего страшного. Чуть-чуть. Махи. Прямая нога. Накрест. Поехали. Оп. Следующие. Не спим. Накрест. Оп. Накрест. Оп. На ноге, которой мы стоим, она у нас согнута. У нас идет наклон в ровную линию. Разворот рук. Встали. Прошли назад. Два-три шага. Опять. Наклон. Нога, на которой стоим, она согнута. Отвели руки в сторону. Встали. Пробежали. Поехали. Двумя ногами отбиваем. Частота. По хлопку ускорения. Чаще, 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 чаще. Так подумайте, что ласточка это, да? Либо на работе, либо волнение. На левой. Пятки-носки. 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 Хорошо. Мячики пошире. Как мячик только опускается, я отпускаю его. Ваша задача встать и его поймать. Ловим мы как мячик? Сверху. Все правильно. Ну, стараемся заодно поймать. Тоже, тренер, если где-то не успею, чуть поближе, чуть повыше мячики контролирую. А, есть? Все. Поехали. По одному разику. Поменялись, поменялись. Заяц. Леха, по одному пускай. По одному. Да. Ой, хорошо, Жорик. Молочу. Сели на правое колено. Левая нога стоит. Не надо сгибать скорб. Спина прямая. Тоже мяч отпускает. Ускорение. Ловим сверху мяч. Тоже. Чередуем. Раз правое, раз левый бок. Смотрим на мячик. Смотрим на мячик. Стоп, какая нога? Хорошо. Хорошо, Пашка. Хорошо. Нет, лицом. На лицо. На лицо, да. Переход на лицо. Сергей Алексеевич, меняем что ли? Да, да, меняем. Если смотрим в окошко, садимся на левое колено. Ваша задача, вынести ногу вперед-накрест, разворот на лицо. Теперь можете чуть-чуть назад отойти, чтобы они ускорились вперед после накреста. Ногу накрест ставим. Смотрим на мячик. Мы же должны видеть его, когда он упадет. Какой мяч упадет. Поехали. Быстрее, хорошо, взрыв. Пашка, ловим, ловим. Молодец. Первые номера стоят на фишечках, вторые, третьи. Отошли чуть назад, не мешаем тренеру. Садимся на два колена. Садись. Вы из-за спины выбрасываете мячик. Ваша задача, как вы увидели, встать, ускориться, поймать мяч. Северинов, сверху. Так, без разницы. Без разницы. Тут это уже, знаешь, на усмотрение каждого. По одному или по два раза? По одному. По одному разику сделали. Вратарь стоит, два вратаря в стойке. Руки. Я отпускаю мяч поочереду. Не надо мяч обманывать. Просто встали, отпустили. Второй вратарь ловит. Каждый раз можете чередовать мяч. Это случайность была, вот. Вот уже, вот сейчас, вот это поиграть и все. Вот, побалдеть, вот просто половить. Да, и все, три минуты. Потому что лед в 12. Хорошо, Ваня. Все, на сегодня ОФП закончено. Сейчас идем, переодеваемся на лед, встречаемся на льду. Все, все молодчики. Субтитры сделал DimaTorzok